Я хочу сделать обзор на свою бегонию, которую я высевала вместе с вами. Бегонию вечноцветущую и бегонию клубневую. Моей бегонии, получается, еще нету двух месяцев с момента появления всходов. Высевала я бегонию 14 декабря, плюс-минус 10 дней на появление всходов, на проращивание семян. Поэтому я буду вести отсчет от 24 декабря. Давайте начнем с бегонии вечноцветущей. Я говорила в видео, когда высывала бегонию, что не стоит торопиться с посевом. Дело в том, что бегония вечноцветущая довольно-таки быстро развивается. Вот она, бегония вечноцветущая. И я уже ее успела за два месяца распикировать. Есть видео. И уже успела буквально два дня назад ее пересадить в объем побольше. Так как в стаканчиках, в которых находилась моя бегония вечноцветущая, ей было тесно. Грунт быстро пересыхал. Питание, возможно, еще хватало. Но грунт быстро пересыхал в объеме 0,2. Почему плохо совершать такие ранние посевы? Дело в том, что бегония к моменту высадки в открытый грунт, например, я хотела и хочу высадить свою бегонию вечноцветущую в открытый грунт, она перерастет. Если будет поздняя весна. Если же весна будет ранее, меня это, так сказать, я думаю, и многих спасет. Напомню вам, что бегония новая для меня. Benari Yensis Big F1 Red Bronze Leaf. Производство Benari. Это, что я хотела сказать по бегонии вечноцветущей. Не стоит спешить, не торопитесь, пожалуйста. Успеете вы вырастить свою красотку бегонию. Посмотрите, как блестят листья. Это просто шедевр. Итак, я подкармливала свою бегонию после появления первой пары настоящих листочков кальциевой селитрой. 1-2 грамма на литр воды без хлора. И подкармливала всего лишь один раз кристаллоном зеленым, специальной особой. Один раз, уменьшив концентрацию в 2-3 раза. Больше, на мой взгляд, бегонии подкормки пока еще не нужны. Тем более, я ее пересадила в свежий грунт. Свежий питательный грунт. Поэтому подкармливать свою бегонию в ближайший месяц, как минимум, я ничем не буду. Не хочу провоцировать ее активный рост. Вот такая красота бегония Бенариенсис. Я уже вижу по рассаде, что я в нее влюбилась. И по бегонии, что я хотела сказать, клубневая. Меня спрашивали, растет бегония, вроде как взошла, но растет очень медленно. То есть, она остановилась в росте. Почему бегония может остановиться в росте? У меня так было. У меня так было. И я говорила, что, на мой взгляд, самая главная ошибка при выращивании бегонии клубневой, это грунт. Если грунт неправильно подобран, грунт не дышит. Я уже говорила. Вот это, кстати, бегония Sun Dancer. Клубневая бегония. Посмотрите, как она себя тоже неплохо, на мой взгляд, чувствует. Это бегония белая, white. Она, кстати, отличается от желтой. Вот, видите, совершенно разные листочки. У желтой бегонии они такие более темные и имеют уже, видите, совершенно другую форму листа. Так, я опять отвлеклась. Я говорила о том, что высывала в грунт предназначены для бегонии. Поэтому, если, предположим, вы уже посеяли вашу бегонию в торфяные таблетки, она у вас взошла успешно и остановилась в росте, я советую аккуратненько удалить оболочку, в которой находится торфотаблетка и максимально убрать саму торфотаблетку, освободить корни от торфяной таблетки и пересадить, например, в небольшие стаканчики, вот такие 100-граммовые стаканчики, в грунт, предназначенный покупной грунт для бегонии. Можно, как и я, дополнительно сделать вот такую воздушную подушку. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста, как я высывала в этом сезоне свою бегонию. Вот с такой воздушной подушкой из агроперлита. Не обязательно это может быть агроперлит, это может быть вермикулит, мелкий битый кирпич, пенопласт. Все, что есть у вас под рукой, это и может, мелкие камешки, может служить дренажным слоем для вашей рассады. Есть у меня, конечно же, экземпляры и отстающие, вот, например, как этот, я специально его не убирала, хотела вам показать, но с этим экземпляром, сейчас я сниму это видео, я попрощаюсь. Что пошло не так именно у этого растенеца? Оно находилось под листочком более сильного растения. Когда рассада находилась в общем контейнере, когда появились сходы, более сильное взошло и как парус накрывало, вот таким образом, как парус прикрывало более слабый росточек. Не хватило ему в свое время, не хватило ему. освещение. Вот такие мои наблюдения. Самое главное, чтобы грунт дышал. Ни в коем случае не перекармливать. Подкармливается только удобрением, предназначенным для рассады, в хилатной форме, то есть в доступной форме для растений. Вот мошка летает. Кстати, вот еще одна причина, почему ваша рассада бегонии может тормозить в своем развитии, это грибные комарики. Вот эти черные мошки, они подгрызают корень растения. Я читала информацию, что личинка грибного комарика, если хватает ей органики в кашпо, она не будет трогать корни. Ничего подобного. В первую очередь, личинка грибного комарика будет поедать корень. И даже не корень, а еще листочки. У меня у эустомы покрызенные листочки. Сейчас я вам даже покажу это, продемонстрирую. Вот она, эустома. Все как будто бы ничего. Кстати, эустому я высевала 10 декабря. Обязательно тоже сниму про нее видео. Видите, я ее уже пересадила в стаканчике 200 мл. Так вот, нижний листочек, он объеден. Он объеден именно личинкой грибного комарика. Это проделка грибного, личинки грибного комарика. Вот такие объеденные, надгрызенные листья. Если личинка грибного комарика так охотно поедает листья, то представьте, как она охотно поедает корни. Конечно, если у нас хорошо развита корневая система, она опускается все ниже и ниже, грибной комарик до нее не доберется. Но верхний слой, около 2 см, это вкусняшка для личинки грибного комарика. А самое вкусное, это само растение. И еще меня спрашивали по поводу того, как я укореняю бегонию. Кстати, бегонию клубневую я сохранила с того сезона. Сохранила черенками. Вот они черенки. Сейчас я вам покажу, какой тут выбрать поменьше. Вот он, черенок клубневой бегонии. Сохраняла я ее осенью, занесла в дом. Всю свою бегонию я укореняю только в воде. Мне не нравится укоренять, например, в агроперлите. Мне не нравится укоренять в субстрате. Мне нравится укоренять бегонию в воде. Бегония клубневая у меня начала было вытягиваться. Вот особенно красненькая у меня вытянулась сильно. Я ее прищипывала. Прищипнула верхушку и бегония пустила боковые побеги. Это бегония тоже клубневая. Sun Dancer. Вот она красная red бегония. Бегония и бегония ампельная. Поэтому вот такие выпускают длинные, уже, как вы видите, свисающие плети. Сразу видно, что это бегония ампельная. В отличие, например, от бегонии... Давайте вам покажу, какую тут не ампельную. У меня вот на столе стоит бегония элатиор. Она растет совершенно по-другому. Побеги все стремятся расти вверх. Ну, это бегония элатиор. О бегонии элатиор у меня есть отдельное видео. Вот, пожалуйста, три черенка я поставила в водичку. Кстати, воды, обратите внимание, не так уж и мало, так как могу забыть. И ничего у меня не гниет. Все прекрасно растет. Почему могут гнить черенки? Конечно, если вы поставите сейчас на холодный подоконник в феврале, поближе к стеклу, да, вполне возможно, ваши черенки сгниют. Мои черенки находятся на стеллаже, либо на столе, напротив окна. Самое главное, чтобы не попадали, конечно же, прямые солнечные лучи. Самое главное, подобрать правильный грунт для бегонии. А лучше всего не заморачиваться и купить грунт для бегонии. Не перекармливать, не переувлажнять. Ни в коем случае бегония этого не любит. Бороться с насекомыми, особенно такими, как грибной комарик, я борюсь с помощью октары, проливаю каждый месяц грунт. Ну вот она летает, одна гадость, и что с ней делать? Проливаю обязательно грунт раз в месяц октарой. На кончике ножа на 1 литр воды, опять-таки без хлора, и проливаю под корень. Бегония не так уж требовательна к свету, как, например, у стома. Моя бегония уже находится на подоконнике без дополнительного освещения и не вытягивается. Вижу, что не вытягивается. Ну, может быть, какие-то, но это не глобально. Ну вот, наверное, и все. Всем желаю здоровой и крепкой рассады. Если что-то упустило, задавайте вопросы. И вообще задавайте вопросы, пишите комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вы со мной не согласны. Я, кстати, на дизлайки совершенно не обижаюсь. Считаю, что каждый человек имеет свое мнение. И, возможно, вы с моей точкой зрения не согласны. Почему бы и нет. Все, всем спасибо за внимание. Всем хорошего настроения и всего самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok